МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наша программа направлена на то, чтобы освещать стратегические вопросы, взаимодействия, информационные работы с населением и подготовки населения к любым сценариям развития ситуации, потому что мы живем достаточно сложное время перемен. В данном случае я никого не пугаю, я просто хочу высказать мысль, связанную с тем, что нужно вообще в жизни быть готовым ко всяким сценариям. Нужно уметь работать в социальных сетях, нужно уметь взаимодействовать с людьми, нужно четко выявлять, кто является провокатором и паникером, кто вбрасывает, например, информацию, которая на самом деле может понизить устойчивость управления регионом, либо даже целой страной. Мы видели это на примере Ливии, мы видели это на примере Сирии, мы видим, что происходит с точки зрения информационной работы на Украине. А вот терроризм как инструмент, как способ создания управляемого хаоса, это достаточно интересная тема, и сегодняшний выпуск программы я хочу посвятить небольшой такой исторической справке, что это, с чем его едят, кто это создает и в каких целях использует. Вообще, на самом деле, в истории человечества терроризм – это вот сколько существуют вооруженные силы, сколько существует государство, столько же и существует так называемое подразделение, а под чужим флагом. Дело в том, что современное название – это частная военная компания. Бывают ситуации, при которых государства свои вооруженные силы не могут использовать в некоторых целях. Ну, например, когда была вот эта вот атака с пограничным пунктом Польши, когда немецкие диверсанты расстреляли свой пограничный пункт, переодеты в польскую форму, и обвинили в этом Польшу, и, в общем-то, использовали в качестве повода для вторжения в Польшу, то на самом деле это была частная военная компания. Частная – это военнослужащие, но, тем не менее, это военнослужащие не приписаны никакому подразделению. Вот такие вот люди, они всегда, ну, как бы выращиваются в отдельных питомниках, они воспитываются, и они готовятся для всевозможных специальных заданий. Многие из вас слышали о таком выражении, как иностранный легион, ну, прежде всего, французский. А многие, наверное, знают, что вот в Египте проходили даже ежегодные съезды представителей командования разных частных военных компаний. Вот эти структуры, собственно говоря, и являются фундаментом организационным любых террористических организаций. Причем иногда выясняется, что эти террористические организации – ирландские, турецкие, итальянские. Везде, где есть горячие точки, есть некие такие, знаете, фитили, есть какие-то подразделения людей, которые на самом деле вот только и занимаются тем, что подносят спичку. Вот эти люди, эти подразделения, они не являются страновыми, они как бы внестрановые. И такое чувство, что управляются они тоже не только через каких-то спецслужб страновые, но они управляются с надгосударственного уровня. Возникает вопрос, а зачем это нужно? Если посмотреть на Ливию, например, образца 2010 года, еще до войны, до свержения Муаммара Каддафи и 2011 год, когда страна фактически была обрушена в хаос, и что сейчас происходит на территории этой страны, в общем-то, даже непонятно. Понятно, что там тихий ужас. Так вот, если посмотреть на до и после, то становится понятно, что народ Ливии до 2011 года, до начала вот этой вот войны, жил, ну, наверное, по уровню жизни, как один из самых обеспеченных народов мира. То есть люди, когда им есть что есть, когда они имеют работу, они имеют достаток, а в Ливии, хочу напомнить, и бензин даже был местами бесплатный, и, в общем-то, пособия выплачивались молодым матерям, которые рожали. То есть был определенный, ну, такой даже демографический всплеск. Всегда происходят с надстранового уровня определенные подъемы и определенное падение, которое на самом деле управляемое. И поскольку развязать войну между государствами бывает иногда достаточно затруднительно, то для того, чтобы посеять хаос, например, даже для того, чтобы сократить население, совсем не обязательно страну бомбить. Достаточно в этой стране, например, поднять какую-нибудь массовую акцию неповиновения, как это было, например, в Триполи, туда вбросить, например, 200 наркоманов, которых предварительно накачать, и направить их на захват, например, складов с вооружением, что, собственно говоря, в Ливии и было. Нужно создать информационную картинку, которая говорит о том, что в Ливии происходят беспорядки, и что якобы правительственные войска бомбят мирные кварталы. И все, и создается паника. В результате этой паники нарушается этот самый хрупкий гражданский мир. Вот хрупкий гражданский мир, как только нарушается, люди перестают быть уверены в своем будущем, они перестают размножаться вот уж точно. Это тоже фактор влияния на демографию. Вообще хочу сказать, что демография – это есть основная причина всех мировых конфликтов, локальных конфликтов. То есть война идет как бы за ресурсы, но ресурсы – это инструмент. Инструмент. Самое главное – это если где-то в какой-то части планеты людей становится больше, вспоминаем теорию золотого миллиарда, то находятся инструменты для того, чтобы эту территорию каким-то образом ввергнуть в управляемый хаос. И как мы видим, за последние пять лет эта технология работает, срабатывает. И на самом деле эта технология, которая фактически является террористической, она имеет массу ответвлений информационных, военных, спецопераций и так далее, и так далее. И выпуск сегодняшней программы «Информационная война» я хочу посвятить тому, как само население местное на примере той же Сирии или на примере ополчения Донбасса может этому противодействовать, потому что, в конце концов, если уже началась вооруженная борьба, то завершить ее можно только, конечно, вооруженным путем, в рамках этой территории. И Сирия проявила достаточно много инновационных методик противодействия вот этим террористическим атакам. Давайте вспомним, что такое вот эта умеренная оппозиция, которая сначала воевала с войсками Башара Асада, и ИГИЛ, который появился на смену умеренной оппозиции. Это структуры мелкими подразделениями по 50 человек, в среднем по 50 человек, при которых обязательно есть три оператора с камерами, есть канал передачи картинки, иногда через спутники, то есть достаточно структурно ресурсно обеспеченные подразделения, которые, переодевшись в форму, например, правительственных войск, может быть, часть подразделения переодета, они заходят в населенный пункт. А нужно помнить, что вооруженные силы любой страны, они не могут своими военнослужащими просто взять и заполнить все населенные пункты, чтобы их нельзя было... Ну, чтобы на каждом углу стоял вооруженный человек. Есть полиция, которая следит за порядком, но, в принципе, количество полиции, оно рассчитано на мирное время. А вот когда заходят террористы, и начинается боевая операция по уничтожению мирного населения, то есть начинаются вот эти театральные казни, начинаются резня, начинаются массовые убийства, причем публичные убийства и так далее, и так далее, сеется паника. Самый главный смысл заключается в том, что для того, чтобы вот эти 50 человек потом выкурить из этого населенного пункта, нужна группировка войск, которая может быть вокруг этого населенного пункта, которая не просто в десятки, в сотни раз может быть выше. То есть есть примеры, когда населенный пункт в Сирии, удерживаемый 150 человек, требовал для уничтожения этого населенного пункта, собственно, этих боевиков, группировки в 10 тысяч человек. И это на самом деле и есть основной метод сетицентрической войны. Очень небольшим количеством ресурсов, очень небольшим количеством наемников, которые получают за это деньги, можно решать стратегическую задачу по обрушению любой страны в управляемый хаос. По большому счету, американцы, либо кто за ними стоит, которые придумали эту методику, они сели с калькулятором и посчитали, что, например, производство одной крылатой ракеты стоит 20 миллионов долларов, что, например, один самолет стоит колоссальных денег, если считать в миллионах. А вот 50 боевиков, которые получают 2-3 тысячи долларов в месяц, по кругу стоят дешевле. А задачу решают, во-первых, скрытно, без применения официальных вооруженных сил. И при этом на этой территории начинается управляемый хаос, нарушается инфраструктура, останавливается предприятие, начинается гуманитарная катастрофа, и население начинает либо убегать, что мы с вами видим на примере массового перемещения мусульман в сторону Европы, либо начинает вымирать. Даже если они живут в лагерях беженцев, то условия жизни таковы, что ни о каком размножении, увеличении численности населения речи быть не может. То есть терроризм, как глобальный инструмент управления, это инструмент, который используется для того, чтобы если где-то создается ситуация, при которой население начинает себя чувствовать более-менее хорошо и начинает размножаться, для того, чтобы этот рай не был бесконечным. Вот, собственно говоря, что касается с точки зрения стратегии. То есть, безусловно, у терроризма есть свой хозяин и есть свой оператор. И он очень много думает наперед, каким образом, в долгую, через год, через два, какая ситуация сложится в Сирии, в Ираке, в Египте или в других странах. И самое главное, что 70-е Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций показало, что страны мира вот эту технологию, в общем-то, понимают. Страны мира понимают, в какую игру их втягивают операторы вот этого террористического рынка. И страны начинают договариваться о коалиции, которая чем-то напоминает антигитлеровскую коалицию конца Второй мировой войны. Это 43-й, 44-й, 45-й годы. И то, что сейчас происходит в Сирии, когда эта же коалиция, которая сформировалась под влиянием обстоятельств непреодолимой силы, то есть там уже бомбили позиции ИГИЛ, якобы, авиация Франции, Австралии, Соединенных Штатов Америки, но это было тоже похоже на очень такую, знаете, операцию прикрытия, потому что бомбили ли действительно позиции ИГИЛ или не бомбили, а в конце концов было замечено, что британские самолеты сбрасывали ресурсы подкрепления, амуницию, питание именно на позиции боевиков ИГИЛ, кто во что играет, знаете, как в таких играх оперативных, никогда не поймешь, кто во что играет. И вот приход России, которая, во-первых, в Багдаде создала информационный центр с участием Ирана, Ирака, Сирии, информационный центр по координации противодействия боевикам ИГИЛ, и вот эта инициатива, которая сразу же начала форматировать усилия Франции, Австралии и Соединенных Штатов Америки, уже участвующих в коалиции против ИГИЛ, но на самом деле с очень размытыми целями. Они на самом деле по запросу правительства Ирака, конечно же, бомбят позиции ИГИЛ на территории Ирака, ну, есть об этом, во всяком случае, видеокартинка, но при этом совершенно незаконно, о чем сказал президент Путин, на своем пресс-подходе после своего выступления на Генеральной Ассамблее, он сказал, что когда правительство Ирака попросило Австралию, Францию, Соединенные Штаты Америки помочь в войне против ИГИЛ, это законно, согласно седьмой статье Устава ООН, любая агрессия, любое военное применение силы, оно возможно всего лишь в двух случаях. Это решение Совбеза, и это официальное приглашение легитимного правительства этой страны. Но то, что они продолжают, не считаясь с интересами сирийского правительства, они начинают бомбить территорию суверенной Сирии, Сирийско-Арабской республики, и не учитывают интересы правительства, является в корне незаконным, и приход России, помимо того, что мы решаем свои стратегические задачи, ИГИЛ это про нас. ИГИЛ это, в общем-то, создается длинная многоходовочка, в случае победы которой мы получим мощную группировку боевиков на южных границах, с которой нам все равно придется рано или поздно разбираться. Поэтому принято решение, когда мы упреждающим ударом на дальних подступах, мы решаем несколько вложенных задач. Во-первых, мы наводим порядок на Ближнем Востоке с точки зрения того, что мы структурируем эту антиигиловскую коалицию. То есть нельзя не считаться с Россией, которая эффективно... Ну, Запад бомбит целый год, Запад бомбит ИГИЛ уже год. Это на самом деле такая фраза, которая, ну, действительно, а уже ж год. Запад бомбит год, а ИГИЛ даже такое чувство, что даже не поперхнулся. Ну, то есть что-то бомбят, но в целом структура только разрастается, а цены на нефть являются таким индикатором. Все ли у ИГИЛ хорошо? То есть если ИГИЛ торгует нефтью, цена на нефть низкая. И вот возникает ряд задач, которые связаны с перспективой войны на южных границах Российской Федерации, который связан с ценами на нефть. На рынке огромное количество иракской нефти и сирийской нефти, которые добываются ИГИЛовцами, которые выбрасываются на рынок за бесценок и обрушивают мировые цены на нефть. Нефти хватает. И вот этот весь комплекс мер, он и направлен на то, чтобы Российская Федерация, в конце концов, упреждающим ударом навела порядок вот в этой части мировых проблем. Что касается нас с вами. То, что террористические организации всегда снабжены не только операторами с кранами, с камерами, которые снимают их провокации, снимают их казни, и все вот эти видеоматериалы, они направлены на то, чтобы сеять панику, сеять ужас, поселять страх, неуверенность в завтрашнем дне и давать возможность для оперативной игры. Когда под чужим флагом, если что-то снято, на Западе уже даже целая привычка появилась, что если картинка в телевизоре появилась, то, соответственно, это является истинной в последней инстанции. Хотя на самом деле там только маскировка, дезинформация и саботаж. Так вот, мы с вами должны не только знать, что они используют современные информационные технологии, они снимают все на видео, у них обязательно работают фотографы, у них... Вспомните, какая была вакханалия в связи с фотографиями утонувшего сирийского мальчика. Хотя все понимают, что это постанова чистейшей воды. Именно для того, чтобы продавить определенные решения среди чиновников Евросоюза, именно информационные террористы, которые работают в связке с террористами, с автоматами в руках, они вот такими вот технологиями решают вот эти вот стратегические задачи. Нам с вами нужно, если вы живете в социальных сетях, и следите за новостями, либо даже если вы не дружите с интернетом, а просто смотрите новости по телевизору, смотрите новости там в газетах, там на радио и так далее, и так далее, четко понимать, что терроризм как надглобальное, надстрановое такое явление, они имеют свою агентуру и среди страновых СМИ они имеют возможность вбрасывать определенным образом оформленную информацию для того, чтобы все то же самое, сеять панику, сеять саботаж и тот самый управляемый хаос, который, конечно же, бывает разного уровня, когда уже все очень плохо, либо когда еще, ну мы вроде чувствуем себя нормально. И самое главное, что все люди, которые понимают, о чем идет речь, понимают, к чему клонят операторы вот этого террористического рынка, мы должны с вами четко понимать, что мы должны этому противодействовать. Причем противодействовать, знаете, достаточно энергично. То есть если вы увидите в социальных сетях, что кто-то начинает паниковать, причем паниковать, знаете, очень театрально. Я не буду называть фамилию этого нашего достаточно известного деятеля, который здесь отметился во время Крымской весны, но последние посты его в Фейсбуке на самом деле, вот просто основная задача этого человека – сеять панику, говорить, как все страшно, как все плохо, что удивление вызывает даже, что человек, ну на самом деле, всех нас с вами, крымчан называет восторженными поклонниками Кремля и так далее, и так далее, в общем-то, занимается антигосударственной политикой, вносит хаос в умы людей. Это тоже, на самом деле, очень важная часть информационной работы террористов, поскольку агентура, это же не обязательно люди, которые, ну вот просто на зарплате, вот им поступило задание, они получили за это деньги на карточку или там, я не знаю, на кошелек какой-нибудь электронных денег и тут же пошли строчить. Очень бывает часто ситуация, когда люди даже не понимают, что их используют в темную, их прокачивают панической информацией, эта информация закачивается до такого уровня, что человек без денег начинает ее распространять. И вот это тоже одна из методик, технологий террористического ведения войны, когда, в общем-то, в благополучные страны, которые, как и все во времена мирового кризиса, там происходят определенные колебания и уровня жизни, и валют, и цены на хлеб, и всего, что угодно, но тем не менее, люди держат строй и, в общем-то, понимают, что жизнь на этом не заканчивается. Так вот, вот такие вот вбросы террористические, которые на самом деле никаких явных целей не преследуют, кроме того, чтобы пропиарить себя, повысить свою капитализацию, наконец-то начать зарабатывать с вот этого вброса и на самом деле посеять хаос в мозгах у местного населения. А террористы приходят уже группами по 50 боевиков с камерами и с операторами для проведения своих террористических акций уже в подготовленное население, когда уже туда зерно паники, страха, неуверенности уже вброшено. И самая главная задача на самом деле у всех террористов это понижение численности населения, особенно в тех странах, где население, например, имеет какой-то интеллектуальный потенциал. Хочу обратить внимание, что в результате вот этой террористической операции, которая проведена западными спецслужбами в Киеве. Давайте вспомним, что такое Украина была. Украина – это страна, у которой на самом деле на начало 90-х годов был мощнейший промышленный потенциал, мощнейший интеллектуальный потенциал. По количеству инженеров, причем инженеров, которые производили продукцию, пользующуюся спросом на мировых рынках, ну, в общем-то, продукция Украины в составе Советского Союза, безусловно, но производимая на Украине, занимала 40% мировых рынков. Что сейчас происходит с Украиной? Если посмотреть украинский телевизор, то там проповедуется, в общем-то, сельскохозяйственная страна. Вот это вышиванки, на самом деле, как вроде бы национальный самоидентификатор, но он-то подается прежде всего в том, что дома в мазанках, сельскохозяйственная страна, выращивать костом, заниматься землей и никакого намека на то, что на самом деле при помощи Украины и украинского интеллектуального потенциала, например, совершен был полет в космос. Что там есть промышленные предприятия, которые не имеют аналога в мире. По некоторым технологическим разработкам Украина вообще была, сейчас уже, конечно, нет, но была впереди мира, планеты всей. И вот происходит при помощи информационных технологий, при помощи официального киевского телевизора, понижение интеллектуального уровня, понижение целеполагания. Люди не строят себе целей. Они как бы вписываются в общий поток информации, что мы вот вместе поплачем, мы там перечислим на то. Какая-то вот такая истерия. И очень многих сторонних наблюдателей и в Европе, и в России, и даже в Азии возникает ощущение, что украинский народ превратился в какой-то детский сад. То есть достаточно простые эмоции, достаточно легко управляемые мотивы и так далее, и так далее, и так далее. И на самом деле я просто хочу акцентировать внимание. Вот мы начали с ИГИЛ, а перешли к Украине. Технологии одни и те же. Вооруженная фаза, которая развивается, например, в Сирии, в Ираке, ей предшествовала определенная информационная накачка, работа и так далее, и так далее. Неправительственные организации через своих спикеров проводили работу на местах. Украина показала достаточно уникальную ситуацию. Ведь в Сирии, в Ливии, в Ираке центр остался за правительством. Башар-Асад и правительственные войска держат власть в Дамаске и их поддерживает большая часть населения и вся армия. На Украине произошла диаметрально противоположная ситуация. На Украине террористы пришли к власти, террористы начали терроризировать местное население. Вспоминаем наши автобусы, которые возвращались в Крым из Киева, которые были под корсунем сожжены. Начались провокации, террористические провокации на Донбассе. И это все было инициировано из центра. То есть технологии остались те же, только поменялась форма. В Сирии террористы пытаются захватить власть в Дамаске, а на Украине путем предательства элит, в результате того, что элиты предали, террористы сразу захватили власть в Киеве и начали сражаться с периферией, которая эту власть не признала. В качестве итога сегодняшней программы хочу еще раз обратить внимание на то, что террористические технологии это не только автомат Калашникова, это не только боекомплект и не только спецоперации мелкими подразделениями, терроризирующие местное население под камерой. Это прежде всего работа журналистов, это прежде всего работа блогеров, особенно тех блогеров, которые в темную, которые даже денег за это не получают, но они накачаны какой-то негативной информацией. Самая главная задача террористических информационных технологий заключается в том, чтобы посеять панику, посеять неуверенность в завтрашнем дне, ну у страха глаза велики, и сделать так, чтобы население потеряло вообще всякое желание сопротивляться. И вот эти технологии являются самыми опасными, и наша программа на протяжении уже полутора лет в основном направлена на то, чтобы этому противодействовать. На самом деле, вот я сказал много чего разного, и хорошего, и нехорошего, но на самом деле все у нас будет хорошо. Только потому, что если мужчины будут в это верить и будут это говорить, то так оно и будет. Потому что картинку будущего делает мужская энергия, и самое главное, чтобы желание сопротивляться вот этому нехорошему влиянию с юга, которое сейчас там разворачивается, мужское население прежде всего заразилось энергией того, что все будет хорошо, все мы разрулим и все решим, и то, что правительство и президент приняли такое упреждающее решение по нанесению ударов по ИГИЛ, это дорогого стоит. Мы на самом деле вот таким вот ходом избегаем больших осложнений в будущем. Сегодня 5 октября, понедельник. Сегодня мы с вами поговорили без звонков в студию о теории и о том, проанализировали, что там происходит на самом деле. Встретимся с вами в среду. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин